МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крещенская вода обладает чудодейственной силой и смывает все грехи. В нашем городе традиционные ордань оборудуют на пруду боровом. Как встречали крещения саровчане, смотрите в нашем следующем репортаже. 2021 год радует настоящими крещенскими трескучими морозами. Сейчас на улице примерно минус 21 градус. Саровчане по традиции пришли окунуться в прорубь на пруд боровой для того, чтобы очиститься духовно и телесно. Ну как сегодня прорубь? Холодно, а как и с морозом? В мороз намного проще купаться. Хоть теперь сложнее. В общем, это было сложнее. Там теплее, чем на улице. Крещенские купания на пруду боровом в ночь с 18 на 19 января стали для саровчан доброй традицией. Купель была готова за два часа до полуночи, а сходы к воде оборудовали перилами и резиновыми плитками. А на деревянных настилах, которыми оградили прорубь, дежурили спасатели и водолаз. Три автобуса для переодевания, женский и мужской автобус. То есть любой желающий может прийти, переодеться в теплом автобусе, искупаться, также обратно вернуться, переодеться. С соблюдением всех мер предосторожности. Также там в автобусы запускают мужские по три человека, женские по пять человек. Ну, связано все с карьером. Подход ко льду оградили сигнальными лентами. Сотрудники специального управления противопожарной службы подсвечивали купель-прожектором. На берегу дежурили медики и наряд полиции. В первые часы зрителей оказалось намного больше, чем желающих искупаться. Ну, приходить посмотреть весело. Непосредственно купаться в проруби, если очень хочется, или если ты закаленный. Почему бы и нет? Из-за сильных крещенских морозов, желающих окунуться в проруби, оказалось не так много. За час на пруд Боровой пришло 14 человек. Крещенские купания, по традиции, продолжались до 3 часов утра 19 января. При таких низких температурах окунуться в прорубь чаще решались мужчины. Всего в этом году не побоялись морозов. И вошли в Ордань 105 человек. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Нижегородские предприниматели смогут взять кредиты по льготной ставке. Правительство снизило ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых по программе «Микроразвитие России-1764». Эта мера позволит снизить долговую нагрузку, пополнить оборотные средства, увеличить возможности для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты. Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. Теперь кредиты будут выдавать под 7% годовых тем, кто работает в приоритетных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, розничной и оптовой торговле, внутреннем туризме, ресторанном бизнесе, науке и технике, здравоохранении и образовании, обрабатывающей промышленности, бытовых услугах. Нижегородские бизнесмены могут получить льготные займы через 24 банка. В 2020 году в рамках программы «1764» было заключено свыше 17 тысяч кредитных соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей. На реализацию программы в этом году выделили 700 млрд рублей. В России стартовала декларационная кампания 2021 года. До 30 апреля необходимо предоставить сведения о доходах, полученных в 2020 году. Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Уплатить НДФЛ и счисленную декларацию необходимо до 15 июля 2021 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В 4,5 раза нужно увеличить количество контейнеров для полного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. В стране их должно быть установлено около 420 тысяч. Такие данные приводит российский экологический оператор. По оценке компаний для их закупки потребуется более 5 млрд рублей. Также нужно создать соответствующую инфраструктуру по обработке и утилизации отходов. Жители Нижегородской области могут пройти стажировку в IT-компании или получить доступ к образовательному курсу по искусственному интеллекту. Стать участником можно, попытав удачу в игре на официальном сайте проекта. Для этого нужно открыть три повернутые рубашкой электронные карточки. Всего карточек 8. Под четырьмя находятся подарки. Все призы посвящены теме проекта «Искусственный интеллект. Быстрый доступ с нуля» для лиц старше 16 лет. 21 января в городской художественной галерее покажут новый фильм-выставку «Загадка Рафаэля». Показ кинолеты пройдет в рамках проекта «Арт-лекторий в кино». Начало сеанса в 18.00 для лиц старше 12 лет. В связи с ограничениями в зале могут находиться только 44 зрителя в средствах индивидуальной защиты. Коронавирус нового типа может остаться на земле навсегда. Изобретение высокоэффективной вакцины не даст гарантии его полного искоренения. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуинович. Также она отметила, что у COVID-19 есть все предпосылки стать сезонным заболеванием. Между тем, Турция планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусом к началу туристического сезона. В стране намерены включить требования о вакцинации при сертификации туристических объектов. В Турции уже началась прививочная кампания китайской вакциной. На первом этапе планируют вакцинировать около 9 миллионов человек. Между тем, в России за сутки зафиксировали 21 734 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост составил 0,6%. Это минимальное значение с 18 ноября прошлого года. В Межгородской области статистику больных ковидом пополнил 471 пациент. Еще 74 заразились коронавирусом в Сарове. С начала года в разных регионах страны погибли несколько любителей кататься с горки на сноутюбингах, или, как называют народе, ватрушках. Надувные санки пользуются большой популярностью у приверженцев активного зимнего отдыха. Вот только на крутых склонах ватрушка развивает большую скорость и становится неуправляемой. Как правильно кататься на сноутюбинге, чтобы отдых закончился дома, а не на больничной койке? Несчастные случаи на горках – уже обычное явление. Во время зимних каникул, на первый взгляд, безобидное развлечение закончилось трагически для жителей нескольких регионов России. О серьезных травмах и гибели детей сообщали в Башкортостане, Татарстане, Новосибирской и Ярославской областях. 15 января в Москве погиб 10-летний мальчик. При спуске с горки он ударился головой о фонарный столб и тут же потерял сознание. Привести его в чувство не смогли ни свидетели, ни фельдшеры. Врачи неоднократно предупреждают об опасностях тюбинга. Два вида несчастных случаев, с которыми можно встретиться. Первый вид – это прямое столкновение. То есть, когда столкновение одного катающегося с другим, столкновение с теми же деревьями, какими-то предметами. И другой вид несчастных случаев – это компрессионные повреждения, поскольку на ватрушке достаточно интенсивно подпрыгивает катающийся. Идет большая нагрузка на позвоночник, шейный, грудной, поясничные отделы. При спуске с горы ватрушка может развивать скорость до 100 км в час. Ушибы мягких тканей, переломы конечностей, сотрясение мозга – меньшее из того, что можно получить, если не соблюдать элементарные правила безопасности. Ватрушка должна быть надлежащего размера, надута надлежащим образом. Катающийся в ней человек должен удобно сидеть и держаться, для того, чтобы просто не вылететь. С другой стороны, никогда нельзя забывать о собственной безопасности. Этим пренебрегать крайне опасно. И перед тем, как просто съезжать с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий, ничто не мешает. Но и по ходу движения с горы тоже нужно контролировать, куда движется ватрушка. Специалисты призывают кататься в защитном шлеме. Дети должны обязательно находиться под присмотром взрослых. Опасно садиться на ватрушку нескольким людям сразу или связывать тюбинги между собой. При спуске нельзя тормозить ногами, руками и какими-либо предметами. И самое главное – кататься необходимо только на специализированных огороженных трассах, которые соответствуют правилам эксплуатации. Месяц назад его спасли от обморожения, вылечили, сделали прививки. Теперь Жорик с комфортом живет в Сарове. Как зеленая мартышка оказалась в нашем городе? Как себя чувствует спустя месяц после спасения? С новыми владельцами Жорика побеседовал наш корреспондент Константин Перевозчиков. Знакомьтесь, это Жорик. Родом он из Западной Африки, но сейчас живет у нас в семейном центре развлечений «Фокус-покус». Как зеленая мартышка оказалась в России за много тысяч километров от дома, история умалчивает. Не смог этого объяснить и бывший владелец животного. Мужчина без документов, который попался на глаза полицейским из Вознесенского. Только кличку назвал. Надо отдать должное стражам правопорядка. Они оказались порядочными и отзывчивыми людьми. Могли ведь и отмахнуться. Ну подумаешь, мужик зимой по поселку с обезьяной на поводке идет. Но нет. Подошли, пообщались. Предложили передать примата в более подходящее место. Обзвонили всех, кого могли. И получив отказ в Нижегородском зоопарке «Лимпопу», каким-то чудом нашли номер хозяйки Саровского центра семейных развлечений Натальи Чиркиной. Выделили в квартире ему местечко. Первое, что заметили, он два дня прятался под батареей. Видимо, отогревался. Был на поводке. И поводок, что интересно, не давал трогать. Придя в себя, Жорик начал изучать новый дом. Облазил все подоконники, познакомился с морской свинкой. И потихоньку стал проникаться доверием к новым хозяевам. Позволил снять с себя поводок и начал давать гладить. Через некоторое время мартышку показали ветеринару. Взяли все необходимые анализы, сделали прививку и выдали паспорт. Так что Жорик больше не бомж. Перед тем, как принять у себя необычного постояльца, Наталья вместе с супругом внимательно изучила всю имеющуюся в интернете информацию. О том, как завоевать расположение зверя. Ответ был на удивление прост и в равной степени подошел бы к любому человеку. Уважением, терпением и лаской. Мы выделили место. Он это место очень четко понял. И он это место и воспринимал как защиту. И разговаривали с ним только ласково, только хорошими словами. Что бы он ни натворил, как бы он там не напачкал, не сломал что-либо. После домашней акклиматизации мартышка переехала в вольер. Где ее и можно увидеть. Очень любит фрукты. Мы вот пришли на съемку с мандарином. Новый год все-таки недавно встретили. Уважает йогурт, который, к слову, с легкостью может открыть. И обожает макароны. Наверное, отголосок прошлой жизни. Она, по словам Натальи, скорее всего, была как-то связана с фотобизнесом. Жорик совершенно не боится камеры и телефонов. Да и от людей не прячется. Он, конечно, не любит, когда нарушают его личное пространство. Но все протесты выражает исключительно вербально. Не прибегая к рукой и зубоприкладству. Чтобы его не сердить, достаточно придерживаться простых и понятных правил. Категорически нельзя повышать голос. Именно со сменой интонации в сторону повышения интонации. Вот агрессия какой-то. Ни в коем случае нельзя показывать оскал. То есть зубы. Даже если ты смеешься, улыбаешься достаточно широко, нельзя показывать зубы. И вот эта вот импульсивность. Он воспринимает это как позу агрессии. И сам начинает показывать, что ему это не нравится. Наталья опасалась, что решение взять Жорика вызовет массу негативных комментариев, домыслов и предрассудков. Люди часто делают вывод, совершенно не разобравшись в вопросе. Но действительность ее приятно удивила. Горожане нас очень порадовали. Они поддержали нас в этой ситуации. Приносили нам разные вкусняшки. Йогурты, бананы, фрукты. Игрушки свои отдавали. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Гонка за временем по заданной траектории. На стадионе «Юниор» состоялся первый этап соревнования по зимнему дрифту «Ядерный лед-2021». В состязаниях приняли участие любители быстрой езды в экстремальных условиях. В зачет шло время двух кругов последних заездов. Подробности в следующем репортаже. В то время, как город парализовало после сильного снегопада на стадионе «Юниор» ни единого сугроба. Для организаторов соревнований «Ядерный лед-2021» погодные причуды не стали сюрпризом. Белые отвалы, которые оставила по крайней снегоуборочная техника, придают арене сходство с античным ипподромом. Рев трибун заменяет громкая музыка, а вместо колесниц – болиды российского, японского и немецкого производства. На льду они демонстрируют чудеса маневренности, ведь дрифт – это больше, чем гонки. Важна не только скорость, но и то, как пилот чувствует свой автомобиль. Способность водителя постоянно балансировать на тонкой грани между скольжением и потерей контроля. Здесь техника перекладок, техника постановки. На трассе есть клиппинг-зоны, то есть конусы. И по заданию судей, лидер либо на квалификации один, когда едет, машина должна проходить максимально близко задней частью, либо передней, смотря какое задание. Несмотря на внешний вид, каждый из этих автомобилей в своем роде произведение инженерного искусства. Вопреки расхожему мнению марки ВАЗ, дрифтеры отдают предпочтение не потому, что не жалко, а благодаря двум ключевым преимуществам. Во-первых, эти машины легкие. Меньший вес означает скорость, добавляет маневренности, позволяет лучше регулировать глубину заноса. И во-вторых, их проще и дешевле довести до ума. Каждый, кто хоть немного знаком с зимним автоспортом, знает, что без прокачки на льду делать нечего. Первым делом надо позаботиться о приводе. В дрифте он должен быть только задним. Дорабатывают и другие компоненты. На новых машинах плыть по льду тяжеловато. Чтобы ехать красиво, чтобы конкурентно ехать, необходимо переделать, изменить, точнее, заменить переднюю подвеску, рычаги передней подвески. Машина может быть со стандартным двигателем. По льду большой мощности не надо. Современные автомобили боком ехать отказываются. Они создаются специально, чтобы ехать прямо. Открывают соревнования и квалификационные заезды. Перед стартом каждому участнику начисляют максимальные 100 баллов, из которых затем судьи вычитают стоимость ошибок. Таких, например, как медленная скорость, коррекция, задетые конусы. А за остановку, распрямление и разворот выпишут ноль. В парных заездах задача усложняется. При парном дрифте оценивается у лидера то, как он едет по судейскому заданию, а у преследователя то, насколько синхронно он и близко к лидеру. По итогам первого этапа чемпионата по зимнему дрифту «Ядерный лед-2021» победители и призеры, вдобавок к дипломам, получили еще и ценные призы от партнеров соревнований. Следующий этап организаторы планируют провести 31 января. А всего до конца зимы на стадионе «Юниор» должны пройти 4 заезда. Всего вам доброго и хороших вам новостей.